ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ За процессом наблюдала Анастасия Хаткова. С понедельника на больничные, к примеру, были отправлены 992 школьника. Это выше среднеобластных показателей. В таком случае наиболее эффективной мерой для снижения эпидпорога является разобщение учащихся, добавили медики. Напомним, за последнюю неделю гриппом в регионе заразили 105 человек. В 118 поставлен диагноз пневмония. Аварии на улице Вологодска, Московском проспекте, улицах Ленина и Металлургов. И это не полная география происшествий. Столкновения сегодня фиксировали по всему городу. Сводку происшествия озвучивали сами автомобилисты в социальных сетях и предупреждали, ищите пути объезда. Так на улице Гоголя не смогла двигаться в гору маленькая фура. Аварии значительно задерживали движение на многих перекрестках. На пересечении Ленина-Столиваров произошло ДТП с пострадавшими. Там столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По информации ГИБДД Череповца, водитель автобуса ПАС маршрута номер один не учел погодные условия. Пассажирский транспорт занесло и выкинуло на встречную полосу, где он врезался в иномарку. После столкновения ПАС откинуло на автобус 31 маршрута. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса номер один. Они получили ушибы. В ГИБДД призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим. Учитывать сложную обстановку, аккуратно маневрировать, выдерживать дистанцию. Еще одна серьезная авария произошла сегодня на трассе Вологда-Новая-Ладога. Там столкнулись два большегруза. ДТП произошло в 7.55 утра на 132-м километре дороги. По информации ГИБДД Череповецкого района, предварительно 36-летний житель Череповца, управляя МАЗом, не учел погодные условия, шел снег. Большегруз занесло на встречную полосу, где он отрезался в Мерседес полуприцепом. Им управлял житель Республики Чувашия. В результате аварии пострадали оба водителя в тяжелом состоянии, доставленных в больницу. По факту ДТП ведется административное расследование. Степень вины участников аварии устанавливается. И к другим темам. Обменялись опытом и обсудили самые острые вопросы. Семинар по продвижению социальных проектов прошел сегодня в Череповце. На нем собирались бизнесмены, представители некоммерческих организаций, журналисты и студенты городских вузов. Какими знаниями и идеями делились участники, расскажет наш корреспондент Мария Беленко. Люди и проекты, меняющие мир. Под таким девизом прошел сегодняшний семинар в Агентстве городского развития. Главным гостем мероприятия стала редактор журнала «Бизнес и общество» Татьяна Бочинская. К череповецким коллегам она приехала с новым и необычным проектом. На базе журнала был создан специальный ресурсный центр. Он рассказывает о лучших практиках и героях в сферах социального партнерства и благотворительности. Меня очень волнует, и как журналиста, что общество очень мало знает о добрых делах компании, о социальных проектах компании, немножко относится к ним не всегда дружелюбно. Социальная ответственность помогает смягчать эту обстановку. Она помогает гармонизировать общество, информация о ней помогает мотивировать другие компании. Поделиться своим опытом и перенять опыт коллег. На семинаре встретились представители самых разных социальных программ и организаций. Не остался в стороне череповецкий государственный университет. Его проект «Социополис-35» – яркий пример работы социальной направленности. Основная задача этого проекта – взаимодействие с местными сообществами, помощи НКО в том числе, не только НКО, но и НКО тоже. И генерирование тех идей, которые позволили бы сделать нашу жизнь в городе более комфортной, более безопасной, более привлекательной, в том числе для молодежи. Тема социальных проектов волнует не только бизнесменов и представителей различных некоммерческих организаций. Поучаствовать в дискуссии и задать свои вопросы пришли также городские школьники и студенты. Я пишу диплом, которому нужно все-таки социальные проекты выполнять. И вот как раз эта тема очень актуальна и полезна. Поэтому я сегодня здесь. Я считаю, что социальные проекты очень важны на данный момент для нашего общества, так как решают значимые проблемы. В частности, как в нашем городе, так и в нашей стране. Активные граждане, которые пишут и реализуют социальные проекты, делают огромный вклад в жизнь наших людей. Люди сейчас довольно замкнуты. Эти социальные проекты дают раскрыться людям, показать их человеческие качества. На нашем телеканале уже много лет выходит в эфир программа о добрых делах череповчан «Дорога к дому». За это время журналисты совместно со специалистами благотворительного фонда помогли тысячам череповецких семей. Это передача о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, о детях-сиротах, детях с ограниченными возможностями здоровья, о тех, кто действительно нуждается в помощи. Это настоящий живой организм. То есть каждый год мы планируем, мы меняем концепцию программы. Иногда даже вообще кардинально ее меняем. С февраля этого года, например, стала выходить программа, которая называется «Точка зрения». Она, наверное, знакома нашему зрителю. Но сейчас эта программа, она будет полностью посвящена проектам «Дороги к дому». Обсудили на семинаре и роль СМИ в процессе освещения социальных проектов. Для всех присутствующих были организованы мастер-классы школы журналистики. Закончилась встреча обсуждением вопросов о сотрудничестве участников и совместной деятельности. Мария Беленко, Егор Плюснин. Новости. Пять новых площадок в списке на благоустройство. Перед общенародным рейтинговым голосованием общественники обсудили дизайн проекта общественных территорий, отремонтировать которые планируется в рамках проекта «Комфортная городская среда». Еще ряд важных вопросов, подробности выясняла Анастасия Хаткова. Больше двух тысяч предложений, десятки идей. Череповчане активно приняли участие в предложении площадок, которые нуждаются в изменениях. Подобный список составили и специалисты. В 2018 и 2019 году управлением архитектуры проведена ментаризация общественных территорий. Всего в перечень территорий включено 68 территорий, нуждающихся в благоустройстве. В программу муниципального формирования современной городской среды включено 15 территорий, которые мы с вами сегодня будем обсуждать. Десять скверов были включены в программу еще в прошлом году. В 2019 список пополнился пятью площадками, дизайн проекта которых широко обсуждается общественностью. Площадь около Дворца Металлургов, где в мае откроется новый фонтан, архитекторы предлагают дополнить перголой вдоль улицы Столиваров. Между фонтаном и парком сделать покрытие из плитки, а также установить длинную ландшафтную скамью, общественный туалет, парковку, а в перспективе обустроить прогулочную зону с малыми архитектурными формами и светильниками. Новые вопросы возникли у общественного совета и к проекту набережной, которая также включена в новый список на благоустройство. Планируется ли вы размещение легких конструкций повеленного типа, ну для функциональных новоциалов, по типу, назначение может быть как укрытное от погодных, так и назначение может быть для общественных организаций, проведения каких-то мероприятий, то есть точки подключения предусмотрено может быть. Идею авторы проекта пообещали учесть. Еще новшество предложили организовать на территории Парка Победы, где благоустройство идет полным ходом уже несколько лет. На этот раз специалисты предложили сохранить все, что уже сделано. Для этого необходимо дополнить территорию ограждениями и снабдить площадки, системы освещения и видеонаблюдения. И разместить новые экземпляры военной техники. Также в 2019 году хотят отремонтировать и два кладбища, номер три и номер один. Предполагается ремонт покрытий, проездов, тротуаров, дорожек, мемориала, полностью санитарная очистка, далее озеленение данной территории, в том числе цветочное оформление данной территории, ремонт трибуны, ремонт сооружений, размещенных на данной территории. Это мемориала воину, вечного огня. Участники совета высказали несколько предложений по представленным проектам, но в целом идеи благоустройства общественников устроили. А вот результаты субсидирования некоммерческих общественных организаций вызвали немало вопросов. Напомню, в 2018 году город выделил 1 миллион на реализацию социально значимых проектов. Социально значимыми результатами проектов являются участие и победа в международных российских конкурсах участников танцевального коллектива «Ступени», проведение психолого-педагогических реабилитационных занятий, консультаций с детьми, находящимся на лечении в гематологическом отделении детской больницы. Участники общественного совета попросили проработать положение о конкурсе более детально, чтобы больше не возникало вопросов, и привлечь к отбору победителей больше специалистов. Сделать так, чтобы как раз только вновь созданные организации как раз участвовали в какой-то номинации, которой дать, допустим, большую часть денежных средств. То есть здесь надо продумать, вот сейчас продумать, не писать как-то, да, вот на скорую руку данное положение, а уже учесть все вот эти вот ошибки, запросы от уже таких стареньких общественников, ну и как-то вот быть с нами более честными и открытыми. Положение о конкурсе для некоммерческих организаций на субсидии сейчас находится на стадии согласования. В этом году на социальные проекты вновь направят миллион из городского бюджета. Анна Стехоткова, Сергей Павлов, новости. Санитарные врачи проверят в этом году все школы города в центре внимания пищеблоки образовательных учреждений. Экспертам предстоит отобрать пробы сырья и готовой продукции, проверить калорийность блюд. Качество и безопасность детского питания специалисты Роспотребнадзора оценивают раз в три года. На этот раз плановая проверка намечена на октябрь. Особое внимание уделят сотрудникам пищеблока, ведь они относятся к значительной категории риска. От их здоровья зависит здоровье детей. Сотрудники центра социального питания, которые кормят детей во всех школах города, уверяют, каждый день их сотрудники перед началом работы проходят осмотр и ведут журнал здоровья. При необходимости повара могут отправить домой. Ужесточились требования и к сотрудникам оздоровительных лагерей. Перед тем, как они начинают с работы лагерей, персонал пищеблока должен быть обследован, обязан быть обследован. Обследуются у нас только на кишечную группу бактериальной этиологии. То сейчас вот эта норма, она введена с прошлого года, они обследуются еще и на вирусы. Опять же, это тоже было связано с изменениями, с регистрацией значительной заболеваемости. Сок, просроченный на полтора года, обнаружили общественники в павильоне на улице Насеткино. Там же нашли и гранатовый напиток, срок годности которого истек еще прошлым летом. Результаты рейда участники проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» публиковали в социальных сетях. Некачественную продукцию сняли с продажи, информацию передали в Роспотребнадзор. Напомним, в прошлом году активисты провели более 3000 рейдов и сняли с полок магазинов 3,5 тонны некачественного товара. Сейчас работа продолжается. Ревизоры проверяют весы во всех торговых точках Череповца. В этом году они уже сделали десятки замечаний бизнесменам. Так, например, в магазине на проспекте Победы 107А измерительные приборы проверяли 11 лет назад. За это грозит штраф до 100 тысяч рублей. На особом контроле у общественников также несанкционированная уличная торговля, детские игрушки, аптеки и многое другое. Как работает суфлер? Что такое хромакей? Сложно ли выходить в прямой эфир в день экскурсовода? В гости на радиотрансмит и телестанцию «Канал 12» пришли ребята из многодетных семей. Насколько детей впечатлило то, что всегда остается за кадром, выясняла Анастасия Хаткова. Многовековую тишину 1 мая, 25 лет тому назад, взрывает какой-то звук. Этим звуком были слова инженера. Раз-раз. С этого началась история радиостанции «Трансмит» и экскурсия для ребят из многодетных семей. Такой подарок 23 февраля радищиков и телевизионщиков попросило устроить общественную организацию. Многодетные мамы рекомендуют. Первая остановка – студия звукозаписи, откуда в прямой эфир выходит диджей «Трансмита». Сейчас все гораздо проще на радио, потому что вот есть пульт, есть компьютер, есть программа. Раньше музыку включали с дисков, до этого еще с каких-то бобин. Все это делалось руками, сейчас компьютер все делает за вас. Название «Трансмит» произошло от английского глагола «передавать». И не случайно, ведь из этой студии каждый день жителям Вологодской области передаются хорошие эмоции, музыка и новости. А диджеи всегда работают с улыбкой, ведь ее слышно на радиоволнах. А в этой студии все серьезно. Здесь записываются программы канала «12», новости и прогноз погоды. Ребята познакомились с тем, как налажен свет и камеры, как работают суфлер и хромакей. И даже примерили на себя роль ведущих. Изонятное проголодание, пик, который возойдется на пятницу-субботу. Завтра в Вологодской области северный ветер, 8 метров в секунду, переменно облачность без осадков. Побывав по ту сторону экрана, гости студии получили немало новых впечатлений и эмоций и унесли с собой десятки оригинальных фотографий на память. Меня мама записала на экскурсию. Мне было просто интересно узнать, как на 12-м канале все происходит. И вот я сюда пришла, я попробовала себя в роли телеведущей. Мне очень понравилось. Это безумно интересный, трудный процесс съемок. Не с первого раза все получается. У меня сложилось другое впечатление. Я всегда хотела знать, как это все происходит закадрово, какие локации, что используют, какой свет. Так получилось, что вместе с приближающимся Днем Защитников и ребята, и журналисты смогли отметить еще один праздник – День экскурсовода. Он был учрежден Всемирной Федерацией Ассоциацией Экскурсоводов, чтобы напомнить общественности о важности и значимости этой работы. И отмечается с 1990 года. Дети тем и отличаются от взрослых, что они очень любопытные, им всегда хочется узнать, что там внутри. Будь то киндер-сюрприз или телестанция «Канал 12», и вот сегодня у них появилась такая возможность. Ну и, конечно, нам, журналистам и операторам, тоже было интересно почувствовать себя в роли экскурсовода. Правда, у нас День экскурсовода не раз в году, а довольно часто, потому что школьников желающих очень много, и мы с удовольствием всех принимаем в наших стенах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что юные следователи еще не раз окажутся в студиях, выйдут вместе с диджеями в прямой эфир и станут частью выпуска новостей. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Причина смерти подростка. Выясняют в Вологде. Предварительно 14-летний мальчик надышался газом из баллончика. Волокжанин скончался до прибытия медиков. В Череповце произошла перестрелка между ОМОНом и полицией. Таким образом, правоохранители города решили отметить 23 февраля. Все подробности смотрите в новостях. Уступили в овертайме. Хоккейная команда «Северсталь» проиграла гостям из Риги. Реклама быстро пройдет. Оставайтесь на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и гардероб обновить к весне. Кредит в Банке Восточный. До миллиона на ваши планы по ставке 9,9%. Чтобы успеть больше в новом году. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Череповец. Победа 95. На Сеткино 19. Приходи, честной народ. Сезонная ярмарка завет. На все вкусы и лады наши торговые ряды. Рыба с Камчатки, мясные деликатесы, одежда для всей семьи. Текстиль и товары для дома. Сувениры. С 19 по 23 февраля. В СКЗ Алмаз. Ортопедический салон Ортолайф предлагает широкий выбор ортопедических товаров по доступным ценам. Корсеты, компрессионный трикотаж, ортопедические стельки, подушки и матрасы, средства реабилитации. Ортолайф с заботой о вашем здоровье. Череповец Ленина 92Б. ПАО «Северсталь» на постоянную работу требуются специалисты 5-6 разрядов. Слесарь и ремонтники, электросварщики ручной сварки, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, станочники. Полный соцпакет, гарантированная заработная плата. Дополнительная информация по адресу и телефонам, указанным на экране. Год новый, а планы старые. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца февраля. Новости в эфире. Продолжаем выпуск. 14-летний мальчик умер в Вологде, надышавшись газом из баллончиком. Таковы предварительные данные сообщили сегодня в областном следственном комитете. Правоохранители проводят проверку по факту трагедии. Тело подростка обнаружили на улице Фрезиновской накануне днём. Школьник потерял сознание и скончался ещё до прибытия машины скорой помощи. В правоохранительном ведомстве нам рассказали, что для установления дополнительных доподлинных причин смерти подростка будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи предупреждают об опасности употребления не по назначению газа, содержащегося в баллончиках. При дыхании он вызывает асфиксию. При первых признаках токсикомании подростков им необходима своевременная психологическая помощь и лечение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к трагедии. Изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подростка. По результатам в доследственной проверке будет принято процессуальное решение. Они отпугивают покупателей, пьют, курят и портят репутацию. Торговых центров, гипермаркеты до сих пор остаются самым популярным местом отдыха череповецких подростков. Об этом сообщили в Управлении административных отношений мэрии. По словам специалистов, жалоб на школьников, от сотрудников и посетителей магазинов становится все больше. Некоторые подростки проводят там все свободное время, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Некоторые торговцы решили избавиться от скамеек в коридорах центра. Но это не останавливает хулиганов, разогнать шумные компании. Охранники торговых центров не имеют права. Для этого нужен веский повод и сотрудник полиции. Мэрии рассказали, что в прошлом году задержали только одного нетрезвого подростка. Очевидцы уверяют, горячительные напитки и сигареты несовершеннолетним покупают взрослые. За такое поведение детей родителей могут оштрафовать. Обманывал потенциальных покупателей. Сотрудники уголовного розыска задержали мошенника, который обещал продать комплектующие к автомобилю. С заявлением обратились двое череповчан. Но, как полагают полицейские, жертв обмана может быть больше. Подробности далее. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Вологде. Мужчина обманывал потенциальных покупателей. К нему обращались за колесами для грузовиков. К слову, объявление о продаже не давало. Все покупатели связывались с ним по телефону. А вот номер во всех случаях потерпевшим дал знакомый, не зная, что друзей обманут. То есть, один человек посоветовал другому, что есть возможность приобрести колеса. Сообщил ему сотовый телефон нашего злоумышленника. Впоследствии один гражданин позвонил, осуществил заказ и впоследствии посоветовал еще одному своему знакомому, чтобы тот также заказал колеса. Тот точно так же осуществил звонок на сотовый телефон, точно так же осуществил заказ и в итоге товар никто из них не получил. За свои услуги мошенник требовал предоплату. Колеса для грузовиков обещал доставить в срок. Покупатели деньги перевели, но товар так и не получили. В ОМВД России по городу Череповцу поступило два заявления на мошеннические действия злоумышленника. Пострадавшие перевели значительные суммы. В первом случае 15 тысяч рублей, во втором 56 тысяч рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Как предполагают полицейские, обманутых клиентов может быть больше и обращаются к гражданам. Если у вас произошла подобная история, схема покупки шин вам знакома, обратитесь в ОМВД по телефону 57-32-50 или 02. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, новости. Уверенного в себе водителя задержали сотрудники ГИБДД Череповецкого района. Житель Сямжинского района направлялся в Санкт-Петербург на работу. При этом при себе у него не было документов, как пояснил автолюбитель забыл дома. Но позже выяснилось, водитель врет при проверке по базам данных. Было установлено, что мужчина лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Также он не оплачивал многочисленные штрафы. Более того, регистрационный номер автомобиля находится в розыске. Водитель, купив авто, не зарегистрировал его своевременно на свое имя. В отношении водителя автомашины Рено Логан составлено два административных материала. По части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях и части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях государственные регистрационные знаки изъяты. Автомашина помещена на специализированную стоянку, а водитель доставлен в мировой суд для принятия решения по данным правонарушениям, где ему назначен административный арест. В Череповце произошла перестрелка между ОМОНом, полицией и гражданскими, правда, дружественной вместо Польши арки с краской. В преддверии 23 февраля правоохранительные органы впервые провели турнир по пейнтболу. Все подробности в следующем сюжете. Представлены здесь сотрудники самые настоящие защитники и течи сейчас в такой шуточной манере докажут это на практике. ОМОН против ППС, ГИБДД против неведомственной охраны. Подобные противостояния могли стать историей для какого-нибудь остросюжетного боевика. Однако череповецкие правоохранители таким образом решили отпраздновать День защитника Отечества и выяснить, кто из них сильнее в пейнтболе. Данные соревнования действительно имеют очень положительный момент в планах подготовки тактическим действиям при применении оружия, движений с оружием самих производства выстрелов. Такой подарок руководство ОМВД Череповца подготовила для стражи порядка впервые. Поменяли табельное оружие на пейнтбольные сотрудники ППС, ОМОН, неведомственные охраны, районы и городской ГИБДД. Не испугал участников и разбушевавшийся сегодня ветер. В принципе в любую погоду должны быть готовы к выполнению своих должностных служебных обязанностей. Погоду не подгадать. Но и с такой погодой все пройдет замечательно. Первый бой завершился буквально через минуту. ОМОН не оставил шансов своему сопернику. Что неудивительно, они подобные тактические действия отрабатывают практически ежедневно. К примеру, патрульные проводят тренировки по стрельбе два раза в месяц. Но вот в пейнтбол многие участники играли в первый раз. Впечатления отличные. Природа. Бегаем, развлекаемся. Адреналинчик какой-то. Главное, команда хорошая. Все друг друга понимаем нормально. А я не знаю, сколько я продержался. В глаз получил и все. В турнир силовых ведомств попала и команда гражданских работники автосалона. Постараемся, все уж там. Против ОМОНа тут пока еще никто не удержался долго. Так что, я думаю, у нас шансы такие же. Бороться-то ведь будем. Бороться будем, да. И ополченцы поборолись. В этом дружественном турнире они заняли третье место. Серебро досталось отряду ППС. Победителями же стали фавориты соревнования бойцы ОМОН. Александр Шагичев, Сергей Павлов, новости. Хоккейная команда Северсталь потерпела поражение матча чемпионата КХЛ на своем льду от рижского Динамо. Гости открыли счет уже на пятой минуте, реализовав численное большинство, однако череповчане быстро восстановили равенство. Во втором периоде рижане выдали пятиминутку активности, в ходе которой смогли дважды поразить ворота Северстали. Череповчане сумели оправиться от нокдауна и забросили ответную шайбу точнейшим броском под перекладину. В третьем периоде рижане еще раз использовали численное преимущество. Защитник Северстали Иван Лекомцев смог снова сократить отставание после массированной атаки хозяев льда. А затем Богдан Якимов счет сравнял, использовав ошибку защитника 4-4 в основное время матча. В овертайме победу рижанам принес Лину Сведель в стремительной контратаке. Итог матча 4-5 поражение Северстали свой последний матч в сезоне Северсталь проведет 22 февраля на своей площадке смотрите на нашем телеканале в 18 часов 55 минут. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин